всем доброе утро у нас мирончик тут уже смотрит в окошко и зовет бабушку а я поставила варить пшено я его замочила на ночь и сейчас буду готовить пшеники пока я там готовлю мирон уже добыл себе еду да мирон давай я достала хлеб сейчас хочу его выпекать с кастрюлей как я и планировала сейчас я этот хлеб перенесу сюда на тефлоновый коврик и отправлю в духовку на расстойку на 30 минут предварительно я включила духовку на 50 градусов выключила ее поставила на дно мисочку с водой и сейчас планирую на полчаса поставить туда хлеб вот так хлеб выглядит после расстойки сейчас я разогреваю духовку до 250 градусов вместе с кастрюлей и затем буду ставить туда хлеб блин реально такая тяжелая тут одному не справится тяжело да даже противень как будто прогибается тяжесть вот такой хлеб получается короче я поняла одно что я с такими манипуляциями с кастрюли не справлюсь и я просто буду разогревать кастрюлю сразу в духовке как я всегда разогреваю духовку под хлеб и в эту кастрюлю буду отправлять хлеб и ничего такого и делать не буду переворачивать кастрюлю вот это вот все это не для меня я люблю всегда что было чем проще тем лучше вот такой хлеб получился ну не скажу что я прям супер довольна результатом но буду еще учиться попробую немножко по-другому замешивать и надеюсь я выведу свою идеальную формулу хочется чтобы визуально был такой красивый формовый хлеб буду этого эффекта добиваться но я сто процентов знаю что он вкусный это первое второе я знаю то что там нет ничего кроме полбиной муки соли и воды это тоже меня очень радует потому что и закваска что здесь нет дрожжей нет масла то есть просто и нет белой муки полбина мука она хорошо усваивается организма это меня полностью устраивает вот я отрезала хлеб он такой хрустящий очень мякушка мягкая и продолжая готовить свои пшеники здесь у меня кокосовая мука кокосовый урбич сироп топинамбура сок лимона и банан сюда же добавляю отварное пшено добавила щепотку изюма и сейчас буду формировать сырники жарю пшеники я на сухой сковородке здесь есть ложкой формировала и опаливала в рисовой муке вот такие пшеники у меня получились и буду подавать я их вот с этим карамельным соусом соевый вишневый йогурт и клубничное варенье которое мы из бельгии привозили вот сюда в корзине а здесь он а это как-то не знаю как он дракон а это же меня змея такая на дырку потом до кушать пойдет хватит снизит переходим на напился чё наелся сынок после вчерашнего видео саша мне скинуло тоже одно видео как обрезать эти пасынки в общем я сделала вывод что надо еще обрезать те стебли которые вниз направлены но не до конца маленький корешочек оставить сейчас займусь этим все готово короче теперь одно из двух или они совсем загнутся или они тут у меня заколосятся ладно то что я их очень много в один ящик запихала это я уже поняла в следующем году конечно я буду теперь каждый помидор свой отдельный горшок сажать ну это опыт для опыта нужно пройти какой-то путь короче если хочешь сделать что-то сделай это утром называется сейчас я буду гладить свое белье свою кучу гору белья который у меня накопилось за время отпуска надеюсь что я все это поглажу если нет то отложу на завтра ты чё тут делаешь заново папину музыку слышишь наушники взял лица тут решил балкон помыть а мирончик смотрит все я погладила оставлю удовольствие еще и на второй раз у меня там еще гора белья осталось еще сушиться на балконе следующий раз я поглажу сейчас уже хочу немножко отдохнуть села водички попить с лимоном готовлю себе завтрак здесь у меня малина манго банан апельсин и нектарин мирон свете уснули я была в душе и у нас дождик пошел дорога мокрая мелкий мелкий моросит мирон зачем-то берет кастрюлю что у него за дело миром вспомнил про свою машину подготовил места я готовлю обед здесь у меня варится перловка тут готовлю брокколи на пару обжариваю лук с морковкой вот такой обед получился у меня здесь перловка с луком и с морковкой обычной салатик я заправила его кокосовым йогуртом и брокколи на пару у нас все затянуло темно так стало и дождь пошел мы собираемся поехать погулять после того как покушаем мирон собирается светить пойти к лёхе за арбузом миром вспомнил про свою зимнюю куртку не забыл еще как ее одевать щечки до папины все пока пока я вас буду ждать приходите поскорей я пока приготовила тесто для хлеба на завтра и вот в такой переноски я его оставляю на ночь на расстойку завтра утром его достану для того чтобы испечь принесли я тут кино начала смотреть лежу отдыхаю мирон арбуз принесли большой вот какой арбуз да и кто лёха дал такой тяжелый поднимаешь ложи на свою кухню тут еще один тяжело да ну ты смотрю терпишь все равно тяжелая там туда понесешь папа нам арбузик папа нам арбузик папа 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 Мы решили мультик посмотреть, делать нечего больше. За окном дождика мы сидим под теплым пледом, семейный просмотр у нас. Витя нам кукурузу на гриле решил приготовить. Вот такую вкуснятину нам Витя пожарил. Горячая? Да, сыночек.